Всем привет, меня зовут Михаил и сегодня у нас обзор Revolver S новой гарнитуры от HyperX. Хочется сразу сказать, что это не бюджетная модель, однако просто так хвалить ее не буду. Давайте посмотрим сами, на что она способна. Вот таким образом звучит микрофон гарнитуры HyperX Revolver S. Конечно, это не студийный уровень и даже не стримерский, однако для TeamSpeak, Discord, Skype более чем подойдет. А самое главное, мы сейчас узнаем, насколько эти наушники хороши в позиционировании. Для этого я использую специальный софт, он называется Visisonics Real Space 3D и позволяет очень хорошо оценить позиционирование в играх. Это специальная демо-версия именно для таких задач. Поехали! Но если вы думаете, что я просто хочу закрыть глаза и дойти до этого шарика, который является источником звука, вы ошибаетесь. Обманывать я никого не буду. Я буду смотреть в камеру и закрою глаза. Вы сами все увидите. А теперь я еще и собью себя с толпы. Я не знаю, в какую сторону я сейчас смотрю. Глаза закрыты. Я сделал непонятное количество оборотов куда-то и смотрю. И теперь я просто должен прийти на звук. Ну все. Я открываю глаза. Опускаю голову. Магия! Сами все видели. Ну что ж, вы сами только что слышали, как звучит микрофон этой гарнитуры и видели своими глазами как можно ориентироваться в пространстве благодаря хорошему позиционированию. Ну а теперь время рассказать, чем эта гарнитура отличается от своей предыдущей модели, то есть просто HyperX Revolver без S. Первое, на что хочется обратить внимание, это новые материалы. В частности, чаши этих наушников больше не глянцевые. Теперь это матовый пластик и даже можно его назвать soft-touch. Он не собирает отпечатки, приятно выглядит, не блестит, но в любом случае мне лично не нравится больше. Также я отметил бы то, что наконец-то убрали вот эту вот красную, очень такую детскую, слишком яркую расцветку вот на чашах. Теперь она белая, нейтральная и, на мой взгляд, наушники от этого только выиграли. Они теперь выглядят довольно взросло. Конструктивные особенности этой гарнитуры таковы, что они налазят даже на мою большую голову. Да, если у вас 2 метра роста, как у меня, если ваша голова размером с хороший такой арбуз, эта гарнитура для вас. Впрочем, оголовье регулируется. Оно достаточно подвижное, поэтому подойдет и на размер головы средний или, может быть, даже меньше среднего. Но все-таки, если вы ребенок или если вы хотите купить эту гарнитуру ребенку, скорее всего, для него она будет велика. Если же говорить о посадке на голове, то здесь все очень хорошо. Амбушюры большие, уши помещаются полностью. Ну, а самое главное, несмотря на то, что вес этих наушников не такой уж и маленький, на голове она практически не ощущается. Также был исправлен один из самых главных багов, который очень сильно мешал в предыдущей модели. Если постучать или просто дотронуться во время того, как гарнитура на голове, вот до вот этих металлических дух, они начинали резонировать. Это выражалось в неком звоне. Здесь это пофиксили, вставив сюда резиновые прокладки и теперь она не звенит. Все, что я сейчас перечислил, можно назвать косметическими изменениями. Однако самое главное изменение это появление вот такого вот USB-донгла. Это звуковая карта прямо на проводе, которая позволяет эти наушники использовать без какой-либо хорошей звуковой карты, встроенной в ваш компьютер, внешней звуковой карты или даже обойтись без встроенной в материнку звуковой карты, которая почти всегда довольно-таки отвратительного качества. Помимо всего прочего, этот девайс также является удлинителем, потому что сам по себе провод наушника довольно короткий, порядка полуметра, а здесь вы имеете еще дополнительный длинный-длинный провод. Я не буду углубляться в тонкости, скажу лишь, что здесь есть все необходимое для того, чтобы вы нормально смогли поиграть в игры и послушать музыку. В частности, этот девайс поддерживает Dolby 7.1, виртуальный объемный звук. Ну и самое интересное, как же звучат эти наушники, кому их можно порекомендовать? Эти наушники в первую очередь можно порекомендовать тем, кто имеет хороший бюджет на покупку наушников, хочет, чтобы их можно было использовать с микрофоном и при этом не имеет хорошей звуковой карты, потому что та самая штучка позволяет использовать их, как я уже говорил, без звуковой карты. Я слышал довольно много ярких заявлений о том, что это наушники хай-фай уровня. Конечно же, это не так. Эти наушники обладают довольно-таки неплохим звуком, в играх так вообще хорошим. Музыку на них тоже можно слушать, однако все-таки это не хай-фай, и уж тем более не хай-энд. Если более конкретно, то баланс частот здесь распределен таким образом. Верхние частоты приподняты, середина чуть-чуть ниже, и низкие частоты тоже приподняты. Таким образом, эта гранитура довольно неплохо передает шаги, выстрелы и так далее. А вот если вы захотите послушать музыку, здесь есть некие тонкости. В частности, голос будет несколько ниже, чем остальные частоты. Что это значит? Это означает, что в басовых партиях вы будете хорошо слышать бас и хорошо слышать тарелочки, например. Однако уровень голоса, вокальная партия будет чуть-чуть менее слышна. При этом в HyperX Revolver S стоят хорошие 50-мм динамики, которые действительно передают достаточно широкий диапазон. Они, к примеру, не хрипят на высокой громкости, и это уже очень большой плюс для игровой гарнитуры. Звук сам по себе довольно-таки детальный. Его можно сравнить с хорошими моделями аудионаушников, но не более того. Все эти модели находятся в пределах 10 тысяч рублей. Эти наушники чуть-чуть дороже, именно за счет наличия звуковой карты, которая опять же позволит вам их использовать, не тратя дополнительные деньги на покупку звуковой карты. Конечно, этот USB-брелок не может поспорить с хорошими звуковыми картами, однако он спокойно даст форму материнке. Ну а если вы не искушенный пользователь, ни какой-нибудь там аудиофил, который, конечно же, такое не купит, вам этого хватит и для игр, и для большинства стильной музыки. Стоит ли эта гарнитура своих денег, разумеется, решать только вам. Я лишь описал ее основные характеристики и рассказал о своих впечатлениях. Гарнитура мне понравилась, но я советую сходить вам в магазин, попробовать, как она будет сидеть на вашей голове, послушать ее и уже решить, все-таки девайс не дешевый. Однако, на мой взгляд, у нее не так много конкурентов, особенно с учетом того, что в комплекте идет звуковая карта. Более подробные характеристики смотрите по ссылочке в этом видео. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рейдж, жду от вас вот этих вот самых пальцев вверх. Всем пока!